добрый вечер уважаемые коллеги у кого-то даже уже очень глубокий вечер я надеюсь что все меня теперь видят и слышат если это так то напишите пожалуйста из какого города я буду понимать что мы собственно говоря уже общаемся друг с другом я вижу с нами калининград рубцовск так самара москва красноярск череповец омск пурчатов курска область сыктывкар орел лангипас мурманск белая калитва или калитва новочеркасск рубцовский звук отличная иркутская область мариэлл донецк тверь так губкинский воронеж забайкальский край коллеги постепенно подходят судя по всему да по списку вижу трехгорный челябинская область челябинск забайкальский край воронеж липецк екатеринбург луганск так в общем все все видят и слышат отлично стерли томат тольятти в общем со всех уголков нашей родины коллеги к нам присоединились отлично белозерск отлично ну что ж сегодня мы поговорим про эффективное использование песен урок английского языка также мы сегодня с вами послушаем несколько песен которые о которых будем говорить также мы сегодня с вами посмотрим на то как можно их совершенно спокойно включить в интернете я вам покажу таком рог нам присоединился и в конце расскажу о двух приятных новостях которые произошли буквально на этой неделе и которые возможно очень даже порадует и вас ну давайте обо всем по порядку конечно же вначале как обычно я вас призываю к активному диалогу я не что мы будем общаться по теме вебинара активно и собственно говоря предлагает вам ответить на несколько вопросов чему могут научить песни что развивает песни и как их использовать давайте попробуем ответить вместе чему могут научить песни что развивают и как их использовать просто задает вопрос вот утром мы с коллегами общались и убедились в том что развивать и научить песни могут очень многому и все это на славе не положить вместе вот собственно говоря стало это все понятно так говорение аудирование развивает да конечно же творчество само собой да о культуре да ну социокультурный компонент до грамматики да есть песни которые очень хорошо отрабатывают какие-то грамматические явления могут быть поощрением и отдыхом я бы это назвал словом мотивация да фонематический слух ритм и интонация абсолютно верно фонетику запоминание конечно же давно через песни можно хорошо запомнить какие-то новые слова учим лексики конечно же мотивировать на изучение языка да потому что очень часто наш учащийся любит каких-то иностранных артистов любит их песни и собственно говоря через это можно мотивировать на изучение английского языка увеличивать словарный запас конечно же если пропадает звук отключите видео со мной поверьте я не самое главное сегодняшнем вебинаре презентации все остальное останется звук будет хороший а прививает интерес да еще какие-нибудь мнения может быть поверьте очень много отработка лексических единиц да не только запоминание отработка да согласен уверенность в изучении английского языка но принципе да можно сказать и так улучшает настроение немаловажный фактор не абсолютно согласен потому что бывает такое что учащихся нужно взбодрить и особенно если они пришли с утра и совсем сонные или же наоборот поощрить или же они пришли после сложного урока их нужно немножко разгрузить собственно перенастроить на свой урок поэтому в этих случаях конечно же песни будут улучшать настроение и собственно говоря приводить все в порядок мотивирует слабых учащихся да потому что они могут справиться с песней для физкульт-минуток конечно же да поскольку действительно со средней школе и старшей школе для класса после седьмого бывает очень сложно подбить на физкульт-минутку зато спеть песню используя и по делу можно приобщение к иноязычной культуре конечно же потому что собственно говоря культуры многих народов первую очередь передаются через песни английский язык во многом тоже на этом базируется очень удобно использовать песню детей с увз думаю что да но к сожалению именно используем песни с учащимися увз у меня нет но я поверю вам представляю теоретически что да конечно же мотивирует к изучению языка да отлично хорошо если еще будут какие-то варианты их с удовольствием прочитаю и дальше покажу вам собственно что я вынес на слайды и так как мы с вами говорили более прочно усвоить и расширить лексический запас усвоить и активизировать грамматические конструкции тоже мы с вами говорили об этом совершенствовать навыки иноязычного произношения и такие ответы тоже были мотивировать к изучению английского языка да вот очень многие коллеги с сегодня в этом согласны так ну и конечно же то чего здесь нет это произношение а произношение здесь есть фонетика в общем все остальное чтобы назвали также сюда может быть причислено что же развивает эстетическое и нравственное развитие физическое развитие конечно же те же физкультные нутки тоже как минимум хорошо когда мы песню поем стоя уже будет хорошо это и речевое развитие социокультурную компетенцию как мы с вами собственно говоря и говорили как это все происходит например эстетическое и нравственное развитие пример из учебника happy english точка ру где уже название песни сама говорит за себя песня называется минус минус и собственно говоря здесь мы пытаемся понемногу привить правильные манеры поведения за столом речевое развитие например через песню sing the song в учебниках миле можно встретить такую песню как мы видим разными просто так же слова увеличены достаточно крупно слова очень сложные дав произношение особенно для начальной школы и собственно говоря несут себя некий характер скороговорки но песен и форме это все воспринимается намного легче и поэтому конечно же будут очень полезно вот арена бобра пишет училась по happy english точку а сейчас вы собственно говоря учителя английского видимо учебник вам становление на этом пути очень сильно мог если так напишите пожалуйста будет очень интересно собственно говоря ничего не мешает вам сейчас прикрывать также по happy english точка ру тем более вы его хорошо знаете так поэтому конечно же а студентка учебник один из любимых ну вот будем надеяться что когда вы закончите институт happy english точка ру все так же будет использоваться в школах а отлично что студенты собственно говоря к нам приходят это просто давно собственно говоря потому что в институте сам не сказать чтобы очень давно закончилось ли тут сожалению каким-то практическим вещам подчас не обучают и этих знаний собственно гарантийских не хватает когда мы приходим в школу хорошо так в общем речевому развитию конечно же тоже мы помогаем потому что стихи учить достаточно бывает сложно есть учащихся которые сложно забывать стихи или вообще не могут их запомнить скороговорки у ряда учащихся хотя не тоже полезно и вызывает просто резкое отрицание а песни как обычно не затрагивать сердце каждого ученика поэтому конечно же с ними все будет намного проще и интереснее также в речи к речевому развитию помогут happy english точка ру мы можем спеть с эдриком рождественскую песенку а слова этой песни записаны транскрипцией причем в таком случае мы изучаем транскрипционные знаки тоже песни я думаю многим знакома очень простой и комфортной форме мы запоминаем их и потом уже можем хотя бы ориентироваться в транскрипциях и собственно я работать с транскрипцией так социо-культурная компетенция тоже у нас есть это из happy english точка ру для восьмого класса например замечательная песня у клары сакана и ныриан юрины калфин баллада о стон хенджи которая тоже помогает нам собственно говоря узнать что-то новое интересное о жизни великобритании и с вашего позволения я с удовольствием сейчас поставлю эту песню если вы не против а для того чтобы вы могли с ней познакомиться потому что как показал утренний вебинар не все встречались с этими песнями на практике но пока вы будете говорить за вы или против я собственно говоря я собственно говоря попробую ее найти вам показать и поставить хорошо так а собственно как обещал поскольку все вот эти песни с happy english точка ру сейчас вынесены в отдельные два сборника аудио к этим сборникам доступно у нас онлайн можно скопировать ссылку у нас в интернет магазине и включить то давайте я вам покажу как это происходит сейчас уже эти ссылки открыты данного их очень можете легко скачать скопировать у нас в интернет магазине здесь можно скачать собственно говоря все эти аудиозаписи я вам уже включу их онлайн и так баллады стаунхенджи это у нас книги солнцем поэмс фуску мы ее находим так сейчас секундочку да вот мы видим сразу и упражнения записанные стихотворения и собственно говоря и песни и караоке я же вам сейчас включу песню да Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Поэтому, конечно же, этому сейчас стоит уделять особое внимание. Песни страны изучаемого языка – прекрасный способ познакомиться с культурой. Вот мы видели, хоть песня была именно страны изучаемого языка, а написанная нашими любимыми авторами, но тем не менее, она очень хорошо знакомит с культурой Великобритании. Какие можно выделить этапы работы над рифмовкой или стихотворением? Потом мы с вами поговорим об этапах работы с песней. Установка учителя на внимательное восприятие нового материала – рифмовки или стихотворения. Предъявление учителям рифмовки – целостное восприятие ее детьми в процессе аудирования. Затем идет контроль понимания, то есть где мы пытаемся выяснить, насколько хорошо учащиеся понимают, о чем идет речь в рифмовке или стихотворении. Затем идет семантизация. Затем у нас пятый этап – отработка отдельных предложений в речи детей по словам и по строчкам, по цепочке, по частям, индивидуально в опоре на коррекцию учителя и затем хором. Где мы, например, если мы видим, что учащиеся испытывают проблемы, например, работаем по принципу снежного кома, когда в этой строчке, в которой, допустим, одно или два слова вызывают трудности, мы сначала произносим одно слово, потом мы произносим два слова подряд, потом мы нанизываем третье и снова все сначала произносим, и так пока не доведем всю строчку до целостного хорошего состояния. Проговаривание рифмовки. Потом идет повторное предъявление рифмовки и затем последний этап – проговаривание рифмовки несколькими учащимися для того, чтобы проверить, насколько хорошо все это было усвоено. Рифмовки стихотворения мы можем найти в достаточном количестве в серии книг редап. Например, в редапе для третьего класса у нас есть замечательное стихотворение, очень коротенькое, которое ознакомит нас с разными цветами. И, собственно говоря, задача стоит еще в том, чтобы написать подобное стихотворение, благо оно очень простое, уже самостоятельно после того, как мы познакомились с представленным для примера. В редапе для четвертого класса можно найти тоже короткое, но очень хорошее стихотворение, где мы изучаем тему месяцев. Также у нас есть интересное задание, которое очень красиво, наглядно представлено, которое, опять-таки, помогает нам проверить понимание этого стихотворения. Также мы учим и числительные, также мы учим и название месяцев. Это тоже будет для нас крайне полезно. Плюс, опять-таки, социокультурную информацию совершенно забыл, поскольку здесь учащиеся у нас с вами учатся тому, какое количество дней, в каком месяце у нас с вами бывает. Еще одно замечательное стихотворение в четвертом классе, где мы знакомимся с днями недели для того, чтобы как следует их запомнить и уже, собственно говоря, не испытывать с этим никаких трудностей. Намного интереснее прочитать такое стихотворение, чем, как подчас нам приходится делать, заставлять учащихся перечислять все дни недели на память. Возможно, через такое стихотворение они их лучше запомнят и не будут испытывать с этим трудностей. Также в редапе для четвертого класса мы можем встретить еще одно стихотворение, где нам необходимо заменить слова, которые обозначены картинками, теми словами, которые мы изучили, знаем, собственно говоря, которые их обозначают. Этот момент тоже очень важен, очень полезен, так мы хорошо можем проконтролировать, выучили ли они эти новые слова, воспринимают они их или нет. В метапредметном портфеле, в данном случае ученика четвертого класса, автора Алены Евгеньевны Козечевой, В метапредметном портфеле, в данном случае ученика четвертого класса, автора Алены Евгеньевны Козечевой, портфеле называется «School in the Magic Mirror». Еще один пример, уже идем выше, к более старшим ступеням, в редапе для пятого класса мы можем встретить стихотворение, в котором нужно запомнить пропуски теми словами, которые представлены выше. Тоже очень полезное упражнение, тем более, что стихотворение у нас авторское, оригинальное, очень, я думаю, что это будет учащимся интересно, а самое главное полезно. Конечно же, чем старше становится наша учащаяся, тем объемнее появляются тексты, и то же самое происходит с рифмовками и стихотворениями, где нам нужно поработать с достаточно объемным стихотворением и расставить события в хронологическом порядке, то есть подобрать иллюстрации к нужным частям данного стихотворения. Очень хорошо, собственно говоря, помогает нам понять, понимает ли смысл данного стихотворения наши учащиеся или нет. Плюс, опять-таки, учат как смысловому, так и просмотровому чтению. Еще одно стихотворение уже в редапе для девятого класса, сейчас мы его с вами увидим покрупнее, на следующем слайде, где мы, опять-таки, знакомимся с поэзией англоговорящих стран, выполняем ряд упражнений, связанных с этим стихотворением, то есть работаем именно в таком формате. Да, вот они сами упражнения, мы видим, что упражнений достаточно много, все они будут, конечно же, связаны с данным стихотворением. Чему помогают научить нас песни? Более прочь усвоить и расширить лексический запас, как мы с вами говорили, усвоить и активизировать грамматические конструкции, совершенствовать навыки иноязычного произношения, и мотивировать к изучению английского языка. И, конечно же, всем этим грех не воспользоваться, поэтому, конечно же, будет полезным использовать песни на уроках английского языка. Какие у нас есть этапы работы с аудиозаписью? Они будут несколько отличаться от работы с ритмовками и стихотворениями. У нас есть задание Default Listening, где идет отработка лексики встречающейся песни, особенно, если это какая-то новая лексика. Догадка о содержании песни по названию, где мы, допустим, пытаемся либо отгадать... Ну, чаще всего мы пытаемся отгадать, да, сказать, прочитать название и пытаться предположить, о чем пойдет речь дальше. Предварительные вопросы по теме, так, конечно же, используются. Либо дается выбор названия песни из двух-трех возможных. Причем очень полезно будет, если они не просто скажут, что песня должна называться «Пятачок», а не «Солнышко», а именно сказать, почему она именно так должна называться. While listening tasks — это второй этап. Именно во время уже работы с аудиозаписью заполнить пропуски нужными словами, как мы с вами видели в тех песнях и стихотворениях, с которыми мы с вами уже познакомились. Либо нужно расставить куплеты, строчки по порядку. Очень хорошее упражнение на развитие науков аудирования и их проверку этих навыков. Сопоставить тексты, картинки. Проверка на понимание смысла стихотворения или песни. Ответить на вопросы. Выбрать один правильный вариант из предложенного. И так далее. То есть вот такие упражнения очень хорошо нам помогают также в работе с песней. Есть у нас и третий этап. After listening, где необходимо проверить понимание посредством задания на говорение, задания на письмо, задания на чтение. Задания эти могут быть разнообразными. И, собственно говоря, они уже дальше нам с вами подсказывают, насколько мы выполнили то или иное, хорошо поработали с той или иной песней. Ну что ж, давайте посмотрим с вами на примеры. Примеры будут как раз сейчас из книги Songs and Poems for Junior School. И с книги Songs and Poems for Junior School. Песню, с которой мы с вами уже прослушали балладу основных Энджи. Что очень удобно. Собственно говоря, что нам дает возможность работать с этими книгами, используя любой учебник, который, собственно говоря, составлен по примерной программе. Поскольку данные песни, как я уже говорил, взяты из учебников happyenglish.ru, в отдельные сборники, а эти учебники построены по примерной программе. А второе, что нам помогает легко их использовать, то, что у нас в каждой книге есть составленные авторами mindmap, которая, собственно говоря, помогает определить, по какой теме будет данная песня. Какие новые слова там изучаются, какой внеграмматический материал. Что также будет давать нам возможность быстро и правильно, корректно подобрать песню к необходимым темам или материалам, которые мы проходим сейчас с учащимися в классе. Песен у нас очень много. И, например, для разнообразия давайте с вами послушаем песню Super Cat. Это песня для учащихся начальной школы. В happyenglish.ru, насколько я помню, она предлагается во втором классе. Вы ее можете использовать в любой момент в начальной школе, когда вам это будет удобно и подходить. Ну, давайте сейчас попробуем ее с вами услышать. Точно так же, как и в предыдущий раз. Напомню, мы это можем сделать очень легко и просто. У нас сейчас все песни, все аудиозаписи к книгам идут, даются бесплатно по QR-коду, по ссылке. Их можно скачать, можно послушать в интернете. Сейчас я вам еще раз покажу, как всем этим воспользуются именно в интернете. Сейчас вы увидите мой рабочий стол. Итак, вот, собственно говоря, у нас сразу уже открыта ссылка, которую я взял из интернет-магазина. Скопировал, вставил, собственно говоря, открыл необходимую книгу. И дальше... А, нет. Сейчас вот, вот она книга для начальной школы. Дальше я ищу необходимую нам песню, да, про супер-кошку. Вот она, да, у нас есть и караоке, у нас есть песня, у нас есть просто зачитанные стихотворения, то есть все возможности даны для того, чтобы с ней хорошо работать. Мы можем скачать, опять-таки, эту отдельную песню, но мы с вами ее просто включим и прослушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не просто так, здесь в каждой строчке есть глагол can и глагол can, да, в сокращенной форме. Поэтому, конечно же, можно, тем более, мы сразу видим вопросы к этой песне, что может делать кошка, а что она не может делать, что, конечно же, помогает нам с вами отработать глагол can. Да, ну, я надеюсь, что у большинства все-таки трансляция хорошая, если нет, как я и написал, можно отключить видео со мной, и тогда звук и презентация пойдут намного лучше, собственно говоря, на них не будет тратиться, допустим, ваш какой-то ограниченный трафик или занижаемый вашим провайдером. Провайдеры, к сожалению, время от времени у нас и у вас грешат качеством связи. Хорошо. Да, вот как раз и задание после прослушивания. Да, действительно, не просто так. Почему, собственно говоря, полезно использовать песни, которые уже подготовлены авторами? Потому что есть, собственно говоря, все необходимые упражнения. Вся подобрана лексика. Не будет там, допустим, ненужных, в данном случае, американизмов. Или же слов, которые вообще не хотелось бы изучать на уроках английского языка, и это было бы крайне неуместно. И, собственно говоря, потому что есть все необходимые упражнения, которые заканчивают весь необходимый комплекс, да, когда мы... То есть все упражнения, before leasing, while leasing, after leasing, которые помогают нам с вами поработать с песней действительно продуманно и просто ее спеть. Что тоже для нас является очень важным. Собственно говоря, вот в данном случае мы с вами увидим пример, что таких упражнений очень много. Их, собственно говоря, можно выполнять как на одном уроке, так можно разбивать на несколько уроков во время работы с песней. Для того, чтобы как следует поработать с материалом, для того, чтобы материал был усвоен, и чтобы все необходимые грамматика, лексика, социокультурная информация была передана и усвоена учащимися. Вот, собственно говоря, слова этой песни. Month of year, которая очень хорошо помогает нам, опять-таки, изучить времена различных годов. Еще одна замечательная песня, when is your birthday, когда мы, собственно говоря, изучаем дни недели, да, то есть еще одна возможность хорошо заполнить эти дни недели, не через просто банальное упражнение, которое мы с вами говорим, назовем не все дни недели по порядку. Да, конечно же, они назовут, но удовольствия доставят мало, а если несколько раз пить такую замечательную песню, которая, как мы видим, по словам очень коротенькая, то, конечно же, мы их заполним. А если мы выполним еще и упражнения, то они заполнятся с еще лучшей силой и хорошим устойчивым качеством. То есть это ставят устойчивыми словами приобщение, пополнят активность слова, у нас запас. В голосе до сих пор звучит my cat can't sing. Да, вы знаете, есть такой момент, когда мы проводим вебинары по песням, то потом еще несколько дней какая-нибудь песня западает и, собственно говоря, играет в голове. Это все у нас с вами присутствует, поэтому многие коллеги это отвечали. На самом деле это хорошо, это говорит о том, что действительно песня хорошая и что они несут, решают именно те задачи, которые мы перед собой ставим. Да, это действительно полезно для учеников. Да, вот мы с вами видим очень близко, что, как и с песней про кошку, все простые слова, их немного, но, собственно говоря, больше нам и не надо в начальной школе, ровно столько, сколько нужно. Спели песню, выполнили упражнения, все хорошо заполнено. На следующий урок, допустим, сделали фонетическую зарядку через такую песню, еще через урок, допустим, сделали физкульт-минутку, но при этом спели песню, опять-таки эту, и все очень хорошо заполнилось. Это как для примера. Как использовать песни на занятиях английским языком? Заинтересовать учащихся и подготовить их к восприятию песни. Вспомнить знакомые слова из текста песни, они будут ключевыми, помогут при первом прослушивании немного понять, о чем песня, то есть, если, допустим, таких слов новых достаточно много. Ввести незнакомую лексику во время прослушивания песни картинки движения. Спеть песню вместе с учащимся. Попробуй запомнить текст песни, это поможет занимать, это может занимать от одного до двух-трех уроков. Активизировать лексический материал, использовать конструкции в речи. Вот Анастасия очень полезна, у нас как раз материал недели. Конечно же, песни эти можно использовать, и не просто так, но авторы собрали их в отдельные сборники, чтобы это можно было делать, используя с любым учебником, собственно говоря, уднекомфортно. Когда использовать песни во время обучения английским языком? Потому что очень часто коллеги говорят, что у нас нет времени на то, чтобы выполнить такое задание и другое задание, вообще ни на что не хватает времени. У меня, правда, в голове сразу прокручивается мысль о том, что все время уходит, чтобы, собственно говоря, проработать тысяча одно грамматическое упражнение. Ну, такой утерированный, конечно же, пример, но тем не менее. Во время уроков песни не занимают много времени, как бы нам ни казалось, что они не занимают много времени. Входит в здоровье сберегающие технологии. Поэтому, опять-таки, им еще один плюс, и всегда их можно использовать. В качестве фонетической разминки тоже очень хорошо у нас с вами песни пойдут. Во время физкульт-минутки, особенно когда мы не отрабатываем лексикой частей тела, нам абсолютно надоело «Hand and shoulders, knees and toes». Это рано или поздно этот момент наступает. Или, например, в старших классах, когда нужно просто, чтобы все стали, немножко оторвали взгляд от учебников, вы провели осанку и провели 2-3 минуты с пользой. Во внеурочной деятельности, на кружках, коллективных курсах, но в неклассных мероприятиях, песенные конкурсы, подбор песен к тематическим мероприятиям. Коллеги уже говорили, что время от времени используют именно так песни, которые встречаются им в учебниках. millenium, millenium, english, happyenglish.ru, или они их используют в отдельных сборниках. Также мы с коллегами утром говорили, и сейчас тоже вам об этом с удовольствием расскажу, что песни очень хорошо работают на открытых уроках, потому что любые проверяющие, когда весь класс поет, собственно говоря, выполняют какие-то упражнения, связанные с песнями, им всегда это очень нравится, всегда все это проходит максимально благосклонно, и потом никаких вопросов не вызывает. Если же появится вопрос, то вы всегда можете сказать, что тут мы и здоровье сберегающие. Да, 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 именно так, это лайфхак. Вот поверьте, когда вы дойдете до момента того, что к вам будут ходить на уроки, вспомните это и с удовольствием примените. Из плюсов, ну и жизненных. Во-первых, время урока идет, идет оно с пользой. И при этом ваша работа в этот момент будет минимальная, то есть достаточно спеть с ними вместе эту песню. Плюс, опять-таки, упражнения какие-то проработать. Обязательно эту песню надо спеть заранее, не вводить ее как новый материал, особенно при новых людях им будет это сложно. И, собственно говоря, опять-таки, именно с психологической точки зрения, это такой стратегический ход, но проверяющий всегда это очень хорошо влияет, очень располагает. А когда вы им расскажете про здоровье сберегающие технологии, развитие речи и все остальное, то, поверьте, никаких вопросов не будет. Да, вот Зоя Викторовна пишет, что дети потом будут вспоминать именно песни, не грамматические упражнения. Да, именно так. Диск прилагается с музыкой к книге. Все еще лучше. В всех книгах последних лет, которые издает, издать этот титул, есть QR-код, по которому можно перейти по ссылке, скачать эти аудиозаписи или же поработать с ними онлайн, как мы сейчас с вами это делаем. Можно также это все скачать по ссылке, она указана, в принципе, на форзации книги, или же зайти к нам в интернет-магазин, покупали вы ее в нашем интернет-магазине или где-то еще, скопировать ссылку, вставить, скачать, опять-таки, все это сделать. Как я уже показывал, ну, для тех, кто только-только подошел, никаких проблем, покажу еще раз. То есть, вот у меня сейчас эти ссылки открыты, да, к двум книгам. И вот, когда вы эти ссылки забиваете, у вас появляется вот такая же страница, где вы можете скачать все, скачать определенную песню, или же, если забыли флешку дома и есть интернет, то выручить себя и запустить ее онлайн, как это сейчас делаю я. Вот они, обе книги у нас с вами здесь есть. Весь аудиоматериал положен сюда. Поэтому диски нам сейчас уже не нужны. Так, вижу хороший вопрос, с удовольствием на него отвечу. Что нам делать, если дети с детьми, которые не хотят петь? Нужно, опять-таки, пойти, сделать ход конем. Надо сказать, даже если вы замечательно поете, что ты знаешь, мне тоже медведь на уши наступил, голоса нет. Но, собственно говоря, в этом нет ничего страшного. Главное, хорошая компания и, собственно говоря, стараться. И все получится. И, собственно говоря, спеть с ними. Когда вы будете петь с ними, поверьте, даже такие ученики сдадутся и тоже будут петь. По первости могут и кривляться, могут и отрицать, но сдадутся. Вот практика показывает, что все это очень хорошо работает. Да, действительно, что настроение в классе, что и весело, песня поможет раскрепоститься застенчивому ученику. И, кстати, очень хорошо, песня, еще раз напомню, помогает, если у нас учащиеся пришли после контрольной и совершенно не готовы к занятиям. Или же это первый урок, давление низкое, все хотят спать. Для того, чтобы не стучать по столу учебникам, можно спеть песню. И, хотят они или нет, но организм проснется как минимум на ближайшие 40 минут. Уж на наш урок этого заряда хватит. Отлично. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Да, вот Наталья пишет. Правда поют, когда мы сами вливаемся в общий хор. Конечно же, если мы не будем петь вместе с ними, то это не будет работать совершенно. Если будем с ними петь, то будут, конечно же, работать. Вот, Клара Сакна присоединилась. Отлично, добрый вечер. И очень верную вещь пишет. Если дети не хотят, не умеют петь, пусть исполняют как стих, чант или рэп. Это им может понравиться даже больше. Да, то есть ограничивать их в этом плане совершенно не стоит. Вот Алена Евгеньевна тоже пишет. Проверно, если самой петь, дети подтягиваются даже самой стеснительной. Абсолютно так, проверено. У меня в последний год моей работы был очень слабый класс, слабая группа в пятом классе. Были многие ребята, которые категорически не хотели петь. Мы с ними пели песни. И очень многие вопросы благодаря этому решили. И, собственно говоря, я добился того, что пел вместе с ними. Что в итоге никаких вопросов у них не возникало. Так, хорошо. Очень хорошо, когда на вебинарах есть авторы. И, собственно говоря, тоже дают очень интересные идеи. Или дают практические советы. Спасибо большое, Кларес Саквен. Так, как и у Songs and Points for Junior School, здесь тоже есть Mind Map, составленный авторами, который помогает нам с вами подобрать песню и по теме, и по лексическому материалу, который мы проходим, по грамматическому материалу, и даже по социокультурной информации, если мы отталкиваемся от этого. То есть, есть все возможности, чтобы быстро не затрагивать на это огромное количество материал, который подойдет нам к любому учебнику в данный момент. И, собственно говоря, у нас есть даже две песни. Одна песня в Songs and Points for Junior School, вторая песня здесь, в Songs and Points for School. Это ABC Song, которая у нас с вами помогает решать проблему работы с алфавитом, собственно говоря, запоминание его в правильном порядке. Собственно говоря, даже у старшеклассников время от времени возникают такие проблемы, поэтому такие песни тоже нам будут с нами полезны. Вот Людмила пишет, рэп, да, согласна, когда мы с вами поем, дети не будут молчать. Конечно же, Татьяна пишет, рэп даже старшим нравится. Кстати, если зашла речь о рэпе, то я вам песню под названием Family Rapp, конечно же, поставлю. Такая песня тоже присутствует. Спасибо большое авторам за то, что пишут такие песни. Так, замечательная песня, которая используется вот утром, коллеги говорили, что не показываем песню именно для совсем старших, и Крэйс Моста песня, собственно говоря, для, скажем так, 9-го, 10-го, 11-го класса, возможно, для 8-го, в зависимости от того, какой вы материал проходите. И, собственно говоря, я хочу ее вам поставить, чтобы показать, что из старшеклассников есть чем нам заинтересовать. Значит, как я уже и говорил, заходим по необходимой ссылке. Сейчас покажу. Выбираем необходимую песню, да, у нас есть и стихотворение, и караоке. Мы выбираем с вами песню, включаем ее и слушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, ну, сразу отвечу на вопрос, почему качество воспроизведения хуже? К сожалению, это небольшая недоработка вебинарной площадки. Если раньше в старой версии можно было запускать аудиозаписи, собственно говоря, с нее самой они воспроизводились, то сейчас они идут через колонки, а потом уходят в микрофон таким самым простым дедовским способом. Вот, собственно говоря, поэтому так. Поэтому не переживайте, записи действительно очень качественные, и вы это можете легко проверить после вебинара, пройдя в наш интернет-магазин, ничего не покупая, просто скопировав ссылку и запустив их так же, как и я у себя дома. Плохо видим текст, потому что, опять-таки, вебинарная площадка очень сильно ужимает качество, увы. По нескольку страниц каждой книги у нас есть, опять-таки, в интернет-магазине в хорошем качестве, там можно все это посмотреть. Также вы можете увеличить текст, вот сейчас покажу. Примерно вот здесь у вас есть плюс и минус на лупах, которым вы можете увеличивать слайд. Да, зато теперь можно видеть слайд с текстом песни, а то одно время нам приходилось записывать видеозаписи, которые очень плохо играли, потому что у всех разный интернет, запускается в разное время. Такие проблемы действительно были. Вот сегодня придумали, как ее решить. И заодно показать, что всем этим пользоваться очень удобно в различных ситуациях. Хорошо. Давайте пойдемте дальше. И так плавно мы, собственно говоря, подходим к концу. Подводя итоги. Песни могут стать хорошим помощником на уроках английского языка. Эффективное использование песен возможно при использовании упражнений before listening, while listening, after listening. Песни хорошо помогают развивать произношение и интонацию. Использование песен входит в здоровье, в сберегающие технологии, поэтому, опять-таки, песни будут для нас с вами крайне полезны. И прежде чем завершить нашу встречу и дать код для скачения сертификата, я хотел бы, как и обещал, помнить вас двумя приятными. Также, после того, как код для скачения сертификата, я с вами попрощаюсь, как и обещал, поставлю песню Family Rap, чтобы мы увидели, что авторы постарались и вот в этом интересном для учащихся жанре. Ну, а сейчас новостям. У нас вышла новинка у Кирилла Павловича Словоохотова. Это английский язык, грамматика, сборник упражнений. То есть мы все помним, что весной, в начале лета у нас вышла грамматика КОГ и ЕГЭ, где даются очень подробные объяснения, где даются интересные, собственно говоря, краткие пояснения к различным правилам и какое-то небольшое количество упражнений на каждое правило. То здесь мы видим уже полностью сборник упражнений по различным грамматическим правилам, которые могут нам встретиться в школе. Их достаточно много. И вот, наконец-то, эта книга, собственно говоря, вышла. Еще одна замечательная новинка, которая пришла вот только-только. Это книга Марианы Юрьевны Клары Сакны Каффан «Как научиться читать по-английски эффективно». Замечательное пособие, которое поможет нам с вами научить наших с вами младших учащихся, у которых, допустим, плохо с чтением, либо им не хватает, собственно говоря, тех науков, которые дает тот учебник, который вы используете, «Как читать по-английски». Применена авторская методика, дается очень много социокультурной информации. В ней также есть песни, которые выделены у нас, опять-таки, по ссылке. Так что, пожалуйста, приобретайте. Это будет 160 страниц увлекательной работы для вас и ваших учащихся. Хорошо. Да, как обещал FamilyWeb, я поставлю, я и об этом помню. Сейчас покажу слайд, как скачивать сертификат. Дам, конечно же, ссылку для скачивания сертификата. Спасибо вам большое за то, что сегодня провели вечер с нами, со мной и прослушали, поучаствовали в данном вебинаре. Если есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Я на них с удовольствием отвечу. Спасибо вам большое за такое активное участие и внимание. И, конечно же, как обещал, сейчас одну секундочку поставлю песню в FMRE. Если есть вопросы, как раз самое время их успеть задать. Так, одну секундочку. Сейчас мы ее найдем. Вот она. Так, вот, вижу, что вопросов нет. Одни благодарности. Благодарности тоже очень приятно. Всегда с удовольствием читаю. Не буду этого скрывать. Ставлю песню FamilyRap и буду дальше дублировать код для скачивания сертификата. На этом всего доброго. Спасибо. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!